Мама моя, встречая моего старшего сына из детского сада, совершенно обалдела. Она говорит, я чуть в лужу не упала. Говорит, Георгий в 6 лет вдруг задал вопрос. Говорит, Альбина, а кто такие голубые? Мама говорит, я покрасила и сказала, это люди, которые любят голубое небо, голубое море. А он говорит, да я тебе не об этом спрашиваю. Но вы перебарщиваете с моментом того, что вы из мужа делаете идола. А надо из мужа делать пидора. Вот, чтобы он просто, чтобы он поразительный, чтобы он котина, чтобы он икалась бы этому гаду, который из вас вот сделал вот такое несчастное дитё. Давайте так, вот сегодня, в конце концов, в 21 год не надо выходить замуж. Давайте так, вот у нас задача, сегодня будет три жениха. Давайте найдём какой-нибудь плохого и поглумимся над ним. Я вам помогу как. Вот, Гарриста, вот отпустите себя, вот отпустите. Что же ты говоришь о такой, а? У тебя одна задача, я тебя не перебивала, у меня другая. Кать, вот давайте, а я помогу, хорошо? Вот сам у какого-нибудь скверного, если такой будет, я не знаю, может быть у нас сегодня будут одни Ленины, конечно. Ну найдём какого-нибудь говнюха. И просто его, ладно, чечёточку на нём. Хорошо, попробуем. Я помню, у нас одна очень известная артистка, которая летела в бизнес-классе, это просто для вас рассказывать даже не надо, тоже накатив уже, потому что перелёт был долгий из Америки. Летели приличные бизнесмены, и она вдруг стала делать уголок между двумя вот этими, знаешь как, между двумя сиденьями она делает. Она почему-то вдруг в своей, там почти 50, стала показывать, какая она спортивная. А муж сидел и напивался на первом сиденье, тоже артист. Она показывала уголок, потом она тоже решила, а там же маленький проход в бизнес-классе. Потом она решила сделать стойку, не получилось, и муж ей сделал замечание. Он, допустим, даже не успел договориться, там, типа, может быть ты сядешь, она ему сделала так. Она уже готовила заранее. Смешно, это так, в сон пришлось, не надо, тут программа, тут история известная. Это чьё было желание вообще рожать так поздно? Зачем? А мы же в Узбекистане, там по 10, по 15 детей, я мало слишком. И местные женщины вот в вас столько лет рожают детей? И больше даже, и в 70 рожают. Ну хорошо, ладно, мне про 70 не рассказывайте. Ну вам же 72, вы говорите. Ну мне 72, но я родила-то где в 64. А вы, и что, у вас всё впереди? Ну конечно. Не, я уже задумываюсь, всё-таки надо прилично себя вести. Что ж я буду людей смешивать? Скажите, пожалуйста, а сегодня хотите в свои 33 года прибиться к дедушке? Не обижайтесь. У которого трое детей, и которые будут елены, говорят, нет, это мои. А там ещё тётя, а там ещё сестра, а там ещё херово тучи этих родственников, которые вот говорят, слышь, пришла к нам, жили по нашим правилам. Мудрая женщина постарается не указывать мужчине, как везти и как выбирать дорогу, а позволит ему, если она ему доверяет, а я надеюсь, что она ему доверяет. Это вы в книжке в какой-то прочитали? Да, безусловно, это психологическая литература. Послушайте, я тоже читаю эти книжки, и только кроме того, дебилы, уроды, что за ситуация, можно разговаривать, а если ты не можешь найти, пишите письма друг другу. Вот и я пишу. Милый, сегодня утром я попросила тебя забрать с почты, сказал, да пошла ты, я ещё не выспался. Ты поступил неправильно, потому что ты должен был мне сказать, милая, не сейчас, позднее, трусы надену, бред, читаю и думаю, чтобы вы сдохли, писатели, к жизни не имеют никакого отношения. И вы сейчас ведёте себя так же, да, на, от сердца что-нибудь скажите. Роза, ну я права, сидит клёвая, молодая женщина, вы сидите, кроя, здорово, колбово, красиво, гопки поджар, ни одного вопроса. Вот она мечтает жить в Лихтенштейне, я забыла её спросить, почему именно там. Ну это страна такая, маленькая страна, где мы всё время в футбол играем. Давайте, чтобы немножко рассеять, просто одна минута рассказываю анекдот. Мойша приходит домой и говорит, мама, ты знаешь, что я женюсь? Она говорит, ну и слава богу, сыночек, кто она? Она очень хорошая девочка, она нашего круга, её зовут там Соломей, ой, замечательно. Она сегодня придёт к нам в гости, замечательно, я приготовлю еду, всё, она придёт не одна. Очень хорошо, мамочка, ты не могла бы сегодня переночевать где-то, потому что все комнаты будут заняты. Почему, сынок? У неё 12 детей. Хорошо, сынок, я так счастлива, дети, это же замечательно, дети уже есть, мне нужно будет думать. Мне даже совершенно не нужно будет никуда уходить. Почему, мама? Потому что я умру. Мария, сколько времени вы уделяете ребёнку? В свободное время практически всё. У меня были занятия в институте, соответственно, я там проводила целый день. Вечером мы были вместе. Теперь мы уже... Далее, выходные, вот недавно, буквально неделю назад. А вы с Васей как встречаетесь? А мы с Васей встречаемся, ну опять же таки, как встречаемся опять? Не подарили? Нет, не подарила. Не подарила, сказал, что тоже недостойен. Я тоже, кстати, Вам секрет, я своей деятельностью носилась, как курица с сетём. Я думала, мой первый мужчина будет или Питер Отул, или Роберт Денир, а если в России, то Высоцкий. Почему-то я думала. Владимир Высоцкий. Это не для программы. Надежда, ну я просто, как только Вас увидела, я сразу поняла, что Вы непорочные. Вы просто абсолютно вот девственные. Именно так я и представляла 25-летних девственниц. У меня был опыт знакомства с человеком, которому на данный момент 54 года. И человек мне отказал. Это был Борис Михайлович Моисеев. Я ездила к нему свататься. Да. С ним бы Вы были до гробовой доски девственники. Да. Да. Понимаете, она вообще, не понимаешь, что писка хуй называется, например. Вот такие вот вещи. А для замужества это... Конечно. Берегатого есть. Однажды я приезжаю, открывает мне, значит, тёща и говорит, ой, Юра, почему ты приехал без звонка, говорит. Я говорю, ну и что? Захожу и вижу такую картину. Два голубчика лежат в постели вообще. А тёща ещё говорит, ты, говорит, их, пожалуйста, не беспокой. Они, говорит, так устали, говорит, сегодня. Они так устали. Я говорю, да господин, ну, конечно, пусть отдыхают бедные. Потому что он просто замёрз, они гуляли по Москве, замёрзли. Ну, я так понял, да. Чисто погрецы легли по-дружески. Да, я так и понял. А вы прям сразу себе нафантазировали. Просто сегодня понятие мужчина и женщина стёрлась. Бабы с яйцами, мужчины ходят с длинными волосами, понимаешь? И что? Непонятно. Это унисекс. Всё пахнут одинаково. Духи унисекс, одежда унисекс. И вы все сравнялись. Не, ну если с таким кривым лицом будете каждый раз... Нет, раз она курит, значит, она пьёт. А раз она пьёт, значит, она гуляет. А зачем мне такая жена нужна? Правильно, нет? Не, ну гуляет, послушайте, уже после сорока, я так думаю... А как? Это затруднительно. Слышать баба ягодка опять, а как после сорока? Ну, знаете, смотри, какая ягодка. Есть такая ягодка, послён. Так её... И куру не клюют, какая ягодка. И гусики. Ох, Виталий, Виталий. Вы отвечаете за нравственную основу. Нам вообще всё равно, от кого рожать детей, честно говоря. Мы для любви созданы. А вот что вы в наши головы вложите, какую нравственность, это от вас зависит. Мы что, овцы, что ли, в нашу голову? А если ты уже готовый... У меня уже есть своя нравственная основа. Да, объект, не знаю, для любви. Ты совершенно зрелая женщина, вот как я... Лариса, нас не сравнивай. Мы вообще тут, это, знаем, мы эти проповедники, мы истину проповедуем. Ой, ну я... А женщина примут. Не, я простая. Не, я простая. Я совершаю ошибки каждый день. И поэтому я как-то понимаю, кому-то надо, кому-то... Кто-то ещё сам может мужчину взять за руку и повести за собой. Вы знаете, я так думаю, что если эта программа закончится когда-нибудь, я могу быть экспертом-криминалистом. То есть я могу, буду считывать уже покупам, как глухонемы, в школе немых. Я просто смотрю вам в рот и уже могу без звука поднимать, о чём вы говорите. Девочки, что вы все умираете. Юка Ламана, это у нас четвёртая программа. metодорожная программа. Спасибо. Спасибо.